12 сентября 1943 года воинские части и формирование 1-й гвардейской армии начали освобождение Амур Нижнеднепровского района и левобережной части Днепропетровска. В ходе кровопролитных боёв за 15 дней, преодолевая ожесточённое сопротивление фашистов, дом за домом, улица за улицей враг был отброшен за Днепр. 23-24 октября 1943 года с территории нынешнего жилмассива Победа и Лоцманской каменки силами 39-й гвардейской стрелковой дивизии началось освобождение правобережного Днепропетровска. Остров Славы. Жилмассив Приднепровский были местом форсирования Днепра 120-м гвардейским стрелковым полком. Набережная Заводская напротив парка Ленина были местом форсирования Днепра 152-й стрелковой дивизией. На месте речного порта на правом берегу высадилась десантная группа советских войск. Части 152-й стрелковой дивизии утром 24 октября 1943 года овладели Сухачёвкой, Первой и Второй Диевкой. В то же время бойцы 120-го стрелкового полка 39-й гвардейской барвиновской дивизии под командованием подполковника Мазнова ЮЭМ форсировали Днепр в районе Чаплей. Утром 25 октября 1943 года 152-я стрелковая дивизия овладела Краснополем и Кайдаками, а 39-я гвардейская стрелковая дивизия – Лоцманской Каменкой. К полудню того же дня Днепропетровск был полностью освобожден от гитлеровских оккупантов. На Горном институте, в самом высоком здании города было вывешено красное знамя освобождения. 25 октября 1943 года залпами из 234 орудий Москва салютовала в честь освобождения нашего города. Десять воинских частей и соединений получили почётное наименование Днепропетровские. Памяти воинов-победителей, павших в боях за освобождение города Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков, посвящается. Каждый год пейнбольный клуб-агрессор устраивает большие манёвры, чтобы почить память наших предков, а также отпраздновать День города и поучаствовать в самой масштабной реконструкции битва за Днепр. Друзья, здравствуйте! На улице 14 сентября Днепропетровск сегодня отмечает день рождения, а мы находимся в 10 километрах за городом, потому что уже пейнбольный клуб-агрессор проводит реконструкции битвы за Днепр. Бой, который был в 1943 году, друзья, танки, БТРы, более тысячи человек, солдатская еда, солдатская кухня, всё это будет сегодня. Узнаем, какой боевой дух царил среди участников и что они ожидают от этих игр. Мы состоим во взводе спецназа, в отдельном взводе канвойного батальона. Мы сегодня покажем наши некоторые приёмы, некоторые каты, которые мы учим, тренируем каждый день. Чем собираетесь удивлять? Есть у вас своя тактика? Конечно, есть. Напором, ответственностью и командой подготовкой вместе. Самое главное, вместе все держаться. Ну, ожидаем, не знаем, как бы первый раз играем, поэтому ожидаем много новых впечатлений, новых эмоций, в общем-то. Не шаг назад. Только вперёд. Валим всех. Вот это наша настоящая молодёжь. Валим всех. Ну, не страшно. Вообще? Нет. А за чью сторону воюте? Синие. А синие это немцы или русские? Пока ещё не знаю. С моей стороны я буду спасать всех погибающих и раненых. Я бы хотела выступить в роли медсестры. Вот. Ну, буду за мир, конечно же. А самое главное, это дань памяти нашим предкам, которые отдавали свою жизнь за наше будущее, для того, чтобы мы сейчас могли жить и радоваться, чтобы у нас сегодня был такой праздник. Что ждать от сегодняшней конструкции? Я думаю, яркого отдыха. Мы приехали именно за ярким отдыхом. Какую команду представляете? Севастопольская? Красная? Василий, сегодня есть контакт, что у вас необычная форма. Форма какой страны это и из-за кого вы сегодня воюете? Ну, мне кажется, форма сегодня не имеет значения. Главное, что мы будем сегодня все победителями, будем воевать за нас, за русских, славян. А здесь такая активная часть населения, как молодые ребята. Мне кажется, что здесь более патриотическая дух и среда, которая позволяет им самовыразиться. И вот участие в такой импровизированной битве за Днепр, которая как раз проводится в годы 70-летия освобождения города Днепровск, Днепровск, Днепровск области, ну и, конечно, форсирование реки Днепровск. Колоссальное сражение, которое наши патриоты, которые участвуют в больших коньбольных игр, постараются воспроизвести. Прочувствовать дух, дух 1943 года. Чем руководствовались бойцы? С той и с той стороны. Одни обстреливали на позиции, другие рвали в бой. За вашей спиной находится бродетехника, друзья. Сегодня будет военная кухня и самая-самая максимальная реконструкция сегодня будет возле Днепропетровска, друзья. Продолжаем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После реконструкции боя в одном из заброшенных зданий спецназ продемонстрировал элементы рукопашного боя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, большие пейнтбольные маневры битвы за Днепро 2013 включали в себя четыре разных сценария с различными заданиями внутри самих миссий. Это захват ангаров, ремонт техники, доставка горючего, захват флага, удержание высоты и многое другое. Маневры проходили на заброшенной военной базе площадью 600 на 400 метров. 400 человек из Днепропетровска, Кривого Рога, Запорожье, Днепродзержинска, Одесса, Киева, Умани, Донецка, Харькова, Севастополя, Черкасск, Кременчуга, Чернигово, Тирасполя, Приднестровье, Павлограда и села Глеваха. Желтых вод, Мариуполя, Полтавы, Молдовы и России сражались нижалея краски и своих сил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Но красные не дают захватить ремонт БТРа и удерживают второй этот барак. На данный момент побеждает красная армия. Два тота захвачены. Захвачен главный ангар. Принесены в штаб уже 10 ящиков с секретными документами. Поэтому мы ведем эту миссию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Победа, как всегда, была за нами. Но, как заметили бойцы, главное не победа, а участие. Хотелось бы отметить высокую организацию такого праздника. Было действительно всё. И песни военных лет, и реконструкция боёв, большое количество пиротехники и аудиосопровождение самого боя, что придавало особый антураж на площадке. Давайте спросим у самих бойцов, какие у них эмоции, мысли и пожелания организаторам. Чувствовался дух игры, именно дух вот этого такой игрушечной войны. Каждый хотел проявить себя как мог, и я думаю, каждому это удалось. Всё, в принципе, прошло классно. Немножко, может быть, не хватало количества судей на поле. Вот, так всё здорово, сценарий интересный. Битва за Днепр – это прекрасное соревнование. Очень хорошее событие, которое проходит каждый год. Я тут второй год подряд, мои друзья пятый год. Что понравилось вообще? Организация супер, настроение супер. Дождь даже не испортил, заметьте. Нам очень хорошо. Агрессор за последние годы очень сильно поднялись в плане организации, в плане всего, за что им огромное спасибо на самом деле. Потому что я считаю, что проведение таких битв – это правильно. Это правильно, это напоминание нашему поколению о том, что действительно мы должны быть благодарны ветеранам. И я считаю, что это очень здорово. Очень здорово то, что они проводят, это классно. Огромное спасибо за такой праздник. Опять-таки повторяюсь, неважно, кто победил. Главное – участие. Всегда им спасибо. Говорим и будем говорить. Понравилась абсолютно всё. Офигенная организация. Лучшая, наверное, из всех игр, когда я приезжал сюда. Я регулярно приезжаю. В Севастополь мы приехали к количеству, 25 человек. Удовольствие зашкаливает просто. Реально максимально приближённые события к боевым. То есть адреналин зашкаливает. Дождик помог. Прочувствуй себя солдатом в реальных боевых событиях. Главное дело, очень хорошее. И, конечно же, призы. Никто не остался без наград и призов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В заключении несколько слов от организаторов праздника и соревнований. Саш, закончилась битва за Днепр. Твои эмоции, выводы, что хочешь сказать, что хочешь сделать, подытожить? Что можно сказать? Ну, всегда есть итоги, которые, в принципе, есть моменты, которые нужно дорабатывать. Вот, это будет из мероприятия в мероприятие. Я думаю, это нормально. По ощущениям, ну, всегда каждое мероприятие грустно, потому что вкладывается много сил. Вот, иногда обидно, когда не получаются какие-то вещи по каким-то причинам. Но, в целом, в принципе, мероприятием доволен. Мы подняли количество игроков где-то процентов на 20 выше, чем в прошлом году. Вот, поэтому, в целом, прошло все хорошо. Ну, погода сыграла свою роль, в принципе, и создала какой-то антураж. Поэтому, я думаю, все довольны. Будем работать дальше и будем ждать всех на следующих мероприятиях наших. Спасибо и до встречи. До встречи. До свидания. Это битва уже далеко не первая, не вторая, не третья. Ждали, что сегодня будет хорошая погода. Погода не подкачала. Единственное, под конец пошел небольшой дождик. Но, кстати, по словам участников, это придало определенной антуражности тому, что происходило на поле боя. Поэтому, в общем-то, люди довольны. Лично я, лично я, как генерал синей армии, которая проиграла в этом сезоне, конечно, не очень рад. Но ничего, мы из года в год совершенствуем наши тактические приемы, совершенствуем мотивацию наших бойцов. Я думаю, все прошло замечательно. Главное, что никто не травмировался. Главное, что все получили максимальное удовольствие. Вы видели, с каждым годом все больше девушек, все больше детей в этот удивительный спорт. Пинбол играют. Потому что он действительно яркий, действительно придает очень много эмоций, драйва. И чем больше людей играет, тем веселее. Главное, чтобы было меньше маклаудов. А, маклауды – это те, кто не умирает, когда в них попал шарик. Таких должно быть меньше. Спасибо вам, что вы приехали. Те, кто нас смотрит, но еще ни разу не играл в пинбол. Приходите, мы вас научим, вы получите удовольствие. Тебе спасибо. Счастливо. Битва за Днепро 2013 завершена. Ждем вас в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok